здравствуйте в эфире программа городские встречи в студии валерий седов сегодня у нас гостях сергей федотов дрессировщик и сергей соколов артист здравствуйте добрый день вы приехали в удивлять чем будете удивлять ну мы приехали ваш замечательный рязанский цирк где мы представим цирковой мюзикл на воде одиссея не просто одиссея а новогодняя одиссея что такое одиссея одиссея это путешествие странствие по произведениям незабвенного гомера это как одиссея вышел из дома и 20 лет извиняюсь где-то ходил вот мы перед рязанским зрителям представим всю его историю красочных новогодних красках путешествие по мифам древней греции но в отличие от мифов древней греции в этом представлении как раз таки все злоключения главным героем делаете вы почему вы как к этому пришли ну да у нас все-таки новый год праздник день день как говорится власти деда мороза и я свои волшебством возьму обычного зрителя и пущу его в сказку а сказка это как раз есть сказочное путешествие в стилизованном представлении по мифам древней греции что увидят зрители зрители у нас очень разножанровая программа ну конечно же ждите ждут во первых клоунов и животных у нас будет большая группа животных это а про животных нам расскажет наш дрессировщик сергей ну значит у нас какие животные есть вот обезьянки геноты дикообразы морские котики попугаи крокодилы змеи представление проходит преимущественно на воде как удалось животных вот так вот приучить к этой среде ну не совсем так у нас есть часть суши который не убирается то есть можно одновременно работать и в воде и на суше морские котики соответственно с водой связаны попугаев конечно это не касается это никак не получится змеи-коркодилы до связаны да вот обезьянки это да это но все ты все равно я сделал все-таки она катается на лодке как удалось убедить их выступить ну нее конкретно но так методом отбора то есть я пытался всех подряд садить и вот только получилось одной опять же с ней плавал тут довольно долго прям в воде с ней водил ее водил чтобы она успокоилась ну как так так получилось как много животных за один раз появляется на сцене то есть вот такой вот самый эпичный момент какой он три морских котика на манеже присутствие они просто выполняют трюки наши морских котики так как у нас мюзикл у нас морские котики тоже исполняет свою партию они поют поющие морские своеобразно но поют ладно тогда такой вопрос а как научить морских котиков петь а это уже как бы не ко мне это другому дрессировщику вы еще выступаете как силовой артист вот давайте да немножко об этом да я выступаю как коверный клоун и как силовой атлет ну вообще программа у нас очень насыщенная у нас два балета сразу так как у нас цирк на воде у нас есть водный балет где восемь санхронисток на протяжении всего представления исполняет роль русалочек звезд и разных морских животных также балет наверху который стилизован под каждой отдельный номер они ну это будет очень интересно даже я не могу передать словами что там будут моя роль как деда мороза но не просто дед мороз который будет искать елочку зажигать огонечки я буду все представления конкурировать или как бы противостоять пиратам пираты это второй клоун и вот мы все представления будем веселить детишек так что придется дед морозу не просто походить а и побегать поиграть повеселиться такие замечательные номера как воздушные гимнастки на полотнах у нас она будет не просто под куполом цирка но одновременно будут опускаться сверху падать в бассейн это очень захватывающе очень страшно и из воды подниматься под самый купол что очень зрелищно также у нас более 200 фонтанов один фонтан даже выше пятиэтажного здания дома представляете это под самый купол строя будет бить фонтан это просто красота также у нас замечательный номер икар это гимнасты на роликах которые делают свои умопомрачительные трюки на бешеной скорости и в конце как и все это происходит под живой звук то есть у нас артист певец ну вот кстати немножко да про оперную часть было бы интересно да потому что как раз таки да это одна из фишек что исполняются профессиональным тенором расскажите про это немного так ну я как цирковой артист если честно некомпетентен но мне нравится мне очень нравится потому что на протяжении всего представления мы видим не просто цирк а еще сопровождение живого звука это очень как бы так вдохновляет и самих артистов и очень необычно и очень празднично для зрителя потому что живой звук он все-таки как бы влияет на человека с позитивной точки такой момент насколько я знаю вот ваш костюм кольчуга это уникальная рязанская кольчуга то есть вы впервые ее в рязани надели да но это и делала специально костюм создавался деда мороза под рязань под город рязань и он будет только здесь использоваться а почему такое сочетание ну понимаете дети у нас знают всяких суперменов человек паук человек тапочек как говорится все а почему дед мороз не супер герой он супер герой он всем несет праздник праздник радость и тут наш цирковой дед мороз тоже в своем роде супермен он покажет свою силу ловкость свои умения так что будет весело мы увидим какое-нибудь новогоднее чудо конечно так как это не просто цирковое представление новогодние туда же и сами артисты увидят море чудес начнем с того что елочка у нас будет необычной и появится необычным способом это будет просто сказка мы рассказали о трюковой части мы рассказали о животных а сюжетно это ведь цирковой музыкал на воде новогодняя одиссея то есть будет ли это такой целенаправленный сюжет от начала и до конца или это просто разрозненные номера объединенные одной идеей нет как такового дивертисмента как обычная программа здесь не будет здесь будет именно театральная постановка режиссер у нас пришел из театра мы совместили цирк театр и эстраду и получается у нас как сказка как большая сказка которая основана только на мифов древнегреческий так как мифы отдельные и получается каждый номер это каждый какой-то миф очень узнаваемый миф детьми которые знают историю древней греции а вот можете поделиться каким-нибудь мифом который вот такой узнаваемый который будет у нас в цирке показываться так ну мы все прекрасно знаем давайте возьмем такого героя как медуза горгона допустим да все прекрасно знают про эту женщину со змеями волоса вместо волос вместо волос змеи это естественно будет номер со змеями и крокодилами также вот мы говорили про икара это замечательный номер ребята гимнасты на роликах они будут исполнять партию про икары и он поднимется ввысь под купол с большими с большими воздушными крыльями ты сама песня подводит под это дело да то есть он поет и как бы под это все и происходит вы пришли с обезьянкой она может нам сейчас что-то продемонстрировать этакая она не в настроении она почему такая спокойно тоже возраст все которые которые способны которые что-то делать но и к сожалению нельзя в студию а это больше модель и надевать разные костюмы у нас просто присутствует и она позирует она уже заслуженная артистка заслуженная звезда и она просто позирует своим нарядом но она будет в представлении будет будет несмотря на возраст все таки будет работает а не смотря на возраст а сколько ей 22 года для обезьян это много то есть это уже такая действительно заслуженная пенсионерка не пенсионерка предпенсионного возраста почему выбрана такая необычная тема все-таки где древняя греция где новый год почему решено вот так вот все это скрестить совместить ну конечно дети может быть привыкли к зайчикам к лисичкам но зайчики в лисичке я думаю они все увидят на утреннике в детских садах и школах да и мы тут решили как бы сопоставить что-то новое что-то интересное яркостно но в традициях нового года и у нас получается что дед мороз исполняет мечту маленького мальчика который в детстве написал письмо деду морозу что хочет попасть в сказку он забыл уже про это письмо а тут пришел в цирк посмотреть на обычное представление и сам оказывается на этом представлении в этой сказке вот такая судьба что он увлекался именно древней грецией ему охота хотелось попасть туда вот из этого и вот у сергея мы узнали пару секретов дрессировки а вот вы еще все-таки выступать как и силовой артист можете вот поделиться немножко то есть как пришли к этому да и все-таки трюк который вы будете демонстрировать тоже необычный это и работа с бревном то есть это не гири до привычный там в тренажерных залах или где-то еще это бревно то есть почему вот так вот ну какие могут быть секреты это просто тренировки тренировки и тренировки изо дня в день из года в год постоянное занятие спортом но все-таки вы совмещаете работу и коверного клоуна и по сути второго главного героя и атлета как все вот это вот совмещается вместе тяжело так хорошо ну давайте начнем с того что есть такое поговорка в цирке клоун должен уметь все и вот клоун он старается чтобы разно жанрово выглядеть он старается пожонглировать потом акробатические трюки попробовать силовые какие-то трюки она уже идет если есть сила есть здоровье то нужно показывать то что умеешь все-таки тоже уникальность цирка это то что большая часть представления как я понимаю проходит на воде можете да посвятить или рассказать даже тем людям которые это еще не видели как это будет визуально выглядеть то есть это будет залитый манеж это будет какая-то небольшая это будет конструкция на весь манеж в котором будут некая такая большая чаша допустим представим да который более ста тонн воды и пятачок на котором выступает артист и он принимает одну четвертую часть то есть это три четвертой это вода там непосредственно у нас будут проходить балет водный наши синхронистки потом там же будут и жонглирование и акробаты у нас очень эпический номер битва при трое вот этот исторический момент мы вплели тоже в нашу сказку это более 30 акробатов одновременно исполняют трюки и на воздухе и на манеже и в воде это и все это более обрамляется более 200 фонтанами это незабываемая феерия но не могу не спросить какой вот по вашему мнению в вашем исполнении самый сложный номер вот который вы исполнили который я исполняю не знаю наверное деда мороза самый ответственный да это быть дедом морозом потому что за радость и праздник отвечать перед детьми а это дети наше все святое и мы все делаем для них сергей а какой вот вы для себя выделите номер который такой самый сложный самый запоминающийся с вашим участием деда мороза в вашем исполнении да и с вашим участием а с моим участием да нет такого чтобы прям выделить можно было все как бы одинаково сложно но а самый тогда запоминающийся который вот вам больше всего прям нравится и из моего участия сам себя халить это вот смешанная группа животных вот которые то что и я и работаю это вот самое начало это смешанной группы животных когда выхожу с шимпанзе то есть я как пират и она как пиратка вот это вот так а мне нравится что сергей у нас занимает самую важную главную роль он выходит с попугаями он звездочка он там настоящая морская звезда тут просто так сказать безграничная звезда большая стоит красивая ну и давайте под конец напомним нашим рязанцам когда уже в ближайшее представление когда они смогут посетить рязанский цирк и посмотреть дорогие друзья приглашаем вас всех на наше замечательное цирковое представление новогодний мюзикл цирка на воде одиссея который состоится с 24 декабря каждые выходные все праздничные дни мы ждем вас в гости спасибо большое что стали сегодня нашими гостями ответили на интересующие нас вопросы на этом мы с вами прощаемся хорошего дня и до встречи в эфире